всем приветик иду из магазина сначала зашла в магнит потом в пятерочку чем выгодно отличается пятерочка от магнита тем что там прям какие-то супер седры скидки мне говорят у вас на карте есть баллы будем списывать я говорю да мне говорят оплате 2 рубля молоко и кошачий корм мне достались за 2 рубля всего лишь на все вот это я удаченко зашла ой как они с мороза все помороженные погодка у нас холодная пришли к нам морозы как какие-то метели бедут я опять заспана такая но я спала я два дня уже сплю беспробудным сном у меня какая-то сильная слабость так сейчас буду делать распаковку первым делом я набросилась на кофе кофе с молоком хотел попить молочка не было перевод есть риха в первую очередь конечно же на корм набросилась потому что есть все что вот она видит все это для нее и на сразу открыть и сразу дать там еще есть масло вот масло она тоже корм она уже поела она ждет когда мы вскроем пачку масла хорошо так опять мне некоторые напишут что я типа займись собой ты не ухоженная я экономлю значит энергии не трачу ее на то что мне не надо я чистая чистая помылась помылась волосы я помыла помыла но не уложила не уложила не накрасилась не накрасилась ну я я живу короче для себя я живу для себя а не для кого-то вот поэтому мне сейчас особо нет сила знаете как-то собой заниматься вот я и не занимаюсь вот и все начинаем распаковку потратила я 411 рублей сейчас посмотрим что в вороне же можно на 411 рублей купить ну и 2 рубля в пятерочке вот эти два товара короче мне достались за 2 рубля потому что у меня там накопились какие-то бонусы на карте и мне вот их все списали я не просила просто чудесная женщина сказала что давайте спишем ваши бонусы с вас 2 рубля короче купила вот это молоко и корм уже вскрыли уже вскрыли корм вот этот корм это любимый аришкин со спирулиной это водоросль такая это ее самый-самый такой любимый вот она и бывает что и другие тоже может есть но этот номер один так кунжутная лепешка бананы вот такое печенье сейчас не могу слезть со сладкого прям жутко наркоманию и ем сладкое вот не знаю что наверное какой-то знать стресс и я заедаю стресс сладеньким тофу состав вроде неплохой вкуса если вы не пробовали вкуса нет здесь никакого мой муж как его готовит он добавляет его в суп в острый суп и соответственно приобретает тофу он же тубу приобретает какой-то значит вкус так он весь вкусный еще он его жарил один раз но жареный мне не понравилось из супа вкуснее вот и я его тоже на на суп взяла так люба не говноедушка взяла вот такой вот сырок обожает любого такие вот гадости всякие кушать то что нормальные люди уже не едят уже отказались от этих от этих вредных привычек я все еще не могу эти перестать эти плавленные сырки кушать так маслица такой не пробовал его раньше 82 и 5 жирность состав сливки пастеризованные сладко-сливочная к что там было написано до традиционная сладкость так фокусируйся традиционная сладко-сливочная состав пастеризованные сливки попробуем так и что я купила вот такую штуку короче это полуфабрикат я очень редко ем полуфабрикаты потому что честно говоря мне вкусных каких-то практически не встречалось ну вот встречались кажется неплохие котлеты однажды но в основном полуфабрикаты это не мое вот прям захотелось я не знаю меня наверно соблазнила картинка и вот это название шницель рубленый с картофельным пюре под соусом и состав неплохой ой знаете девочки когда живешь одна как-то смысл готовки теряется вот представьте да вот чтобы мне приготовить шницель это мне надо купить мясо она же не продается там по 200 грамм то есть ты покупаешь какой-то кусманище мясо большой ты покупаешь картофель то и сё все прочие ингредиенты вылетает это в кругленькую сумму ты это готовишь и потом может быть ты не хочешь есть это каждый день там не знаю замораживать в морозилке потом разогревать когда семья не проблема там приготовил и все этого съели но не сегодня там сегодня съели завтра доели а вот так вот иногда хочется порционно просто один шницелечек и порцию картошечки почему бы нет попробуем вдруг это гадость какая-то по составу кстати прилично достаточно сейчас будем разогревать и будет у нас смог банк так оцените внешний вид обычные пюре подлива и котлета ну на вид совершенно обычно выглядит сейчас буду разогревать там написано микроволновки или в печке но я буду на сковородке разогревать промерзшие аж кристалл льда блеск да ты по промерзшие так у нас все готово у нас все готово с орехами да вот внешний вид конечно как у какой-то столовской еды но мне кстати нет не вызывает это каких-то плохих ассоциаций вы это слышите это у нас свистит значит балконная дверь ну супер вообще я вам рассказывал здесь пою поющие короче двери поющие двери зараза свистит и все что чтобы делать так но я разобралась кое-как с дверью сначала попробуем я все-таки добавила тофу сюда тут много подливы я решила что вот тофу будет вкус подливы даст подливы хорошо она остренькая и хлебушек тоже хлебушек тоже для подливы так уже начинаю стесняться есть перед вами из-за критики которые периодически появляются вообще жанр котлеты вроде неплохая внутри жанр мукбанг он зародился в азии в оригинале это звучит как мог пан и там акцент конечно же главным образом был на еде мукбанг который популярен среди русскоязычной аудитории там акцент на разговорах все-таки не на еде потому что люди не готовы интересоваться наши люди наших людей просто сам по себе процесс приготовления или употребления пищи не интересует они в этом не видят никакой эстетики они не понимают в чем прикол вообще зачем это нужно то есть для русскоязычной аудитории мукбанг должен быть прежде всего таким вот разговором беседы за употреблением пищи они просто акцент на пище хотят опять же среди корейских блогеров футблогеров много тех которые вообще ничего не комментирует просто снимает процесс приготовления еды и процесс ее употребления на англоязычном ютюбе той же этот жанр уже поняли и приняли у нас пока нет у нас главное разговорчики а еда это уже так второстепенно еда без разговорчиков вообще не нужно шо ты пожрать села что ли перед камерой котлетка вкусная нежненькая такая так что у меня сейчас ничего такого не происходит пока наверное где-то еще недели полторы можно ничего не ждать неделю недели полторы пока будет такое подвешенное состояние просто жду результатов жду когда я буду одобрят визу ну конечно бегаю по делам один день я бегала по делам вышла днем вернулась восемь часов вечера с правого берега на левый пока доехала у меня все дела на правом берегу концентрируются мои локализуются все эти места которые я обычно посещаю там банки ну вся моя жизнь раньше протекала на правом берегу и соответственно у меня там все завязки когда мне что-то нужно и я туда еду собственно говоря ну вот и все все дела сделала которые нужно было мне и засела дома сидела все эти дни оставшиеся дома я судя судя по вашим комментариям вы на меня обиделись других причин нету почему столько необоснованной критики просто вы обиделись решили меня обидеть чем-то в ответ типа женский праздник ты такие вещи говоришь ну что я сказал и сказала правду ну да кому-то стало досадно просто от этого неприятно обиделись вообще возвращаясь к теме 8 марта тут даже нет какой-то общее знаете общего понимания что мы празднуем судя по одним комментариям для некоторых женщин это именно праздник связанный с вниманием мужчин то есть в этот день мы получаем внимание мужчин вот эти женщины наверное очень сильно удивятся если узнают что для некоторых это праздник матери день матери вот я воспитывалась в те времена когда для нас в основном был день матери даже стихотворение такое помню 8 марта праздник мам тук тук стучится в двери к нам это был день матери каждый год школе на 8 марта мы мастерили на уроках труда маме открытку потом когда стали постарше того же начались у нас занятия посложнее когда мы там стали шить мы шили прихватки или мы шили фартук маме это был именно день мам как день день такой когда ты благодаришь свою маму вот как женщину которая тебя родила на этот свет вырастила сейчас у нас пошла другая волна сейчас многие девушки феминизированные позиционируют этот праздник как день женской солидарности день когда нужно напомнить о своих женских правах и так далее и так далее и так далее я не против за исключением того что никакой женской солидарности не существует просто зайдите под последнее видео почитайте комментарии какая женская солидарность женщины совершенно не умеют быть солидарными в большинстве своем не умеют сопереживать и есть только единицы вообще нужно отходить уже от понятия гендера причем тут женщина или мужчина есть просто хороший человек добрый отзывчивый сопереживающий есть просто какой-то противный вредный гнилый человек все причем тут гендер причем мужчина причем тут женщина надо уже это понять девочки вот которые увлекаются темой вот этого феминизма вы поймите что пора уже уходить из понятия гендера вы не видите что ли что вам что ваши подружайки творят да о чем вы говорите вы же сами наверное становились когда-то жертвами какой-то какого-то несправедливого отношения со стороны женщин со стороны женщины начальницы со стороны женщины коллеги так за кого за что мы боремся какая женская солидарность есть женщины хорошие добрые чуткие есть противные которые живут по принципу там не знаю клюй на ближнюю срина нижнюю все упрекай завидую притворяйся добренькой сама твари под этой маской какое-то зло есть хорошие люди но это никак уже не зависит от пола вообще это очень интересная тема если посмотреть на те страны где уже женщины значит свои права отстояли как надо очень быстро вы поймете если окунетесь в эту атмосферу что там все держится именно вот за счет на на теме женской солидарности то есть нельзя играть по разным правилам если мы там себя уважаем то мы должны все хором демонстрировать это окружающим людям в том числе мужчинам они так что ты себя уважаешь ты себя ценишь а есть катя марина и маша которые не уважают не ценят и удешевляют образ женщины в глазах мужского общества есть такие есть такие да то есть ты борешься за свои права в какой-нибудь там сообщество некоторых женщина она как бы стелется перед мужчинами и соответственно тем самым занижает планку в глазах мужчин да то есть он с ней расстанется он будет она ему показала как можно женщиной поступать он расстанется с ней найдет другую будет считать что с другими с вами в частности тоже можно так поступать почему нет да если тебя можно подцепить в баре тебя с можно подцепить баре тебя можно привести домой и за уложить тебя в койку значит вот это вот отношение никогда не искоренится да ты придешь ты нормальная девушка ты не хочешь никого вот этого дешевого мерзкого внимания ты пришла там с подружками потусить а тебя будут клеить эти мужики тебе свистеть и там ты да и девчонки отсаживайтесь к нам вот это будет продолжаться пока одни это позволяет ваши ваша борьба совершенно бессмысленно базовые права у нас есть мы не то что раньше да сейчас мы имеем право работать наравне с мужчинами зарабатывать наравне с мужчинами водить автомобиль получать образование иметь собственность как говорится носить штаны и все что хотите сейчас главное что тревожит это действительно вот такой вот удешевление женского образа в глазах мужчины как чего-то такого доступного как чего-то такого но это мы сами наши так сказать представительницы схожих с нами пола они нас так удешевляют глазах мужчин так вопрос с кем надо бороться с кем вы боретесь вкусно так пожалуйста девочки напишите мне что вы думаете об этой теме права ли я или я не права то есть я говорю какую-то чушь то есть все на самом деле не так вся проблема в обществе и в мужчинах они а проблемой совершенно не в нас то есть вот свою позицию описал и так пишите свои мнения в комментариях не забывайте ставить лайки поддерживать пожалуйста мой канал всем спасибо за внимание хорошо посидели хорошо провели время хорошо поели попили до новых встреч и пока пока